Привет, мои дорогие! Начинается очередной наш день, и мы сегодня идем на рандеву, то есть именно выходим сейчас уже. Я сегодня, как никогда, за последние две недели, стала в 6.20, сделала практику йоги, повторила гейм Турции, корк масон мезбов, шафа кларда, юзен а, санджак и так далее. Вроде бы все даты праздники я повторила, выпила кофе, помедитировала, собралась, разбудила бужа, и мы выходим. Смотрите дальше, что будет, как будет, все расскажу. А вам желаю отличного дня, прекрасного настроения и мирного неба. Мы уже дома. Мы час добирались, ехали в автобусе, а приехали за 10-20 минут. Что произошло? Когда мы пришли туда, там все люди собрались и всех отпустили, и сказали, вам приходить не нужно. Ну и что, что пришла смс автоматически? Приходить не нужно. Через две недели мы вам позвоним, и вообще не надо приходить вам на комиссию. Вы понимаете? И тут вдруг я встретилась и познакомилась с очень прекрасной женщиной. Ольга ее зовут. Она узнала меня по моим видео. Мы с ней познакомились, и Оля с подругой привезли нас домой на машине за 10-15 минут. Боже. Мы даже сами не поняли, не поняли, что произошло. И, скорее всего, самое главное, это когда полиция придет, посмотрит, как и что. А остальное все неважно. Никто не будет никому ничего задавать, вопросы. И вот так вот прошло все это дело. И вот мы пришли домой. И я сейчас буду готовить завтра. Готовый муж так хочет кушать. Вот так, друзья мои. А я вчера рисовала нейрографику. Благодарю Вселенную за все. Нейрографика 100% работает, друзья мои. Я даже сама не понимаю до сих пор, что произошло. А я сегодня с утра встала, учила этот гимн, повторяла. Боже мой. Эту историю, все праздники. Ну это хорошо плюс, зато я буду знать для себя. И все, что происходит, это к лучшему. Да, пришлось немножко поработать, не поспать ночами, а во многом себе отказать в прогулках, в гулянках. И сейчас у меня начинается следующий этап. Это прохождение курса нейроколор, затем нейрокомпозиция. И очень-очень много планов, трансферфинг, но реальности надо читать. Ой, боже мой, я так счастлива. Ну а сегодня, естественно, наверное, после завтрака мы чуть-чуть поспим, потому что я легла поздно, встала рано. Ой, да еще познакомилась с такими прекрасными людьми. Спасибо всем. Не бойтесь никогда. Идите к своим целям, и все у вас получится. Самое главное, не бойтесь, мои дорогие. Друзья мои, сегодня у меня такой весь день расслабона. Я так мечтала поспать. Поспать мне не получилось, но я так полудремя смотрела, отлистала всю информацию, поработала чуть-чуть в интернете. Не то, что я переживала, но все равно вот это вот сбилась я со своего режима, который у меня был, в моих брюках, в брюках которые, посмотрите, для дома пойдет. Да, мои дорогие, я сбилась с режима своего. И очень много учила, обучалась, у меня мозги кипели. Мой муж сразу пришел, отключился, а я лежала, лежала, только хотела заснуть. Кто-то позвонит, кто-то еще хотела заснуть, кто-то напишет, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. В итоге я 5 часов или 4 часа пролежала с телефоном в руках, да. И что я хочу сказать, проголодалась. Сначала не хотела идти на зубу, потом думаю, нет, все равно нужно идти. Кстати, через час я не успею. Да, я решила покушать, я так захотела картошки жареной. Увидела там какое-то видео, где-то картошку сидит в сковородке, девушка одна кушает. И я решила пожарить картошку, нарезаться от души. И еще кое-что. Вот какая у меня красивая картошка. Я ее порезала вот таким вот ножом. Решила. Преукрасить ее тоже, да, ее? Сейчас, смотрите. А, и думала, что муж будет дома тоже сегодня. А он ушел на прогулку. Я думаю, ладно, пускай идет. Смотрите. Красиво, правда? Я говорила с мамой. Она тоже переживала за меня. И все. Так, смотрите. Что здесь? А здесь у меня грибы. Я знаете, как сделала сегодня? Я знаете, как сделала? Пожариваю их на сливочном масле. Сейчас хочу на сливочном масле. Добавлю лук. Проэкспериментирую. И сделаю салат. А салат сделаю. Естественно, из такого лука, вот эту капусту, добавлю сюда. Кстати, рецепт этой капусты, смотрите, у меня в плелисте. Вы видите, от лимонного сока она такого цвета стала. Но тут же у меня было перемешано, но мне кажется, уксус нужно. И с уксусом будет другой вкус. А также я хочу добавить огурец. Вот этот огурец очень подошел. И можно еще сюда добавить моих огурчиков. Вот и все. Будет мне обед. Вы знаете, что я заметила? Если грибы жарить на сливочном масле, они не пускают столько жидкости, как обычно. И вкус у них какой вкусный. Берите этот лайфхак. Я даже сейчас не буду лук жарить. А лука достаточно в салате. Я не хочу смешивать еще лук, еще жирный. Вот так вот прям с картошечкой покушаем. Ну и что, посмотрите, что получилось. Грибы без лука, они такие вкусные. На сливочном масле я еще добавила кусок и такой салат. Все, кушаю я, отдыхаю, а потом бегу на зумбу. Приятного аппетита, мои дорогие зрители. Творите добро, будьте добрыми, и Вселенная посмотрит в ваши стороны, исполняет все ваши желания. А сейчас я на зумбу. Снимать свой стресс. С одной стороны, подумала, сегодня расслаблюсь, посижу, именно отдохну. Я не знаю, какая-то я такая уставшая, потому что я нормально не спала из-за этих учений, подготовки к рандеву. Думала, что там комиссия, напугали. Знаете, что вам посоветую? Никогда не пугайтесь и не бойтесь. Почему? Потому что многие так пугают этим гражданством. Ну, это какой-то ужас. Не слушайте никого. Вот что было у меня. Даже они сказали, что могут даже нас не вызвать. Потому что самую главную проверку вы прошли. Полицейская проверка. А это, говорит, сто лет вы им нужны. Будут они вас тут с гимн спрашивать, историю Турции. Понимаете? Они же видят, что я не только, вот как три года, и сразу побежали мы делать это гражданство. Они же знают, не дураки, что пять лет уже. И спросили, поинтересовались у наших соседей, мои дорогие. Так что никогда не думайте и не верьте. Вот что я хотела вам сказать, мои дорогие девочки, мальчики. И еще, и подумала я, продолжу разговор, отлижусь, потом думаю, нет. Я настолько получаю море эмоций, когда танцую на этой зумбе с девчонками. Просто, когда я вчера пришла вот на тот урок, и началась эта музыка. Ой, сейчас меня совьют. И началась эта музыка, друзья мои. Я же от слезы радости у меня пришла. Как же классно. Как же классно было. Плясать вы просто себе не представляете. Думаю, какая молодец, что пошла. То есть мы перезагрузка, перезагрузка это каждый раз, понимаете? Перезагрузка. Поэтому подняла свою попу и вот иду. Пока тепло, погода такая. Почему не походить? Может будет какая-то погода, там ночью не захочется выходить. А сейчас теплота. Просто я так одела сверху. Приятно уже, знаете. Так одела приятная курточка. Ну все, побежала я на автобус. О, автобус. Субтитры делал DimaTorzok О, автобус. Играет музыка. Играет музыка.